Божье видение отцовства Итак, мы уже говорили о том, что Писание везде, где говорит о воспитании детей, всегда обращается к отцам. И ни разу Господь не обращается с этой проблемой к жене, к матери, потому что на самом деле ответственность за воспитание ребенка, привить ему всех необходимых целей, как он будет жить, куда он будет стремиться, к каким целям будет идти, это зависит только от отца, потому что мать прививает эмоциональную сторону, учит любить, учит доверять, учит просто общаться с другими людьми, но отец именно учит тому же цели, какие будут у ребенка в жизни, как он будет жить, каким он будет, и в воспитании характера полностью ответственность лежит на отце. И в послании апостола Павла к Ефесиным, 6 глава, 4 стих написано, «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Итак, семья – это самый главный приоритет в жизни отца. Очень много времени сейчас отцы уделяют зарабатыванию денег, самоустранились от воспитания детей, и на самом деле очень сложно. В такое время надо обеспечить семью, нужно заработать достаточное количество денег, чтобы продукты были, одежда, и все необходимое, но, тем не менее, ответственность за воспитание детей с отца никто не снимал, и это его основная задача, это его самый главный приоритет. Отец вообще отвечает за все, что происходит в семье. И вот пророк Малахи в своей 4 главе, 6 стихе, самый последний стих Ветхого Завета, он написал очень важное такое обращение к отцам. Для меня это было когда-то настолько серьезным открытием, когда я прочитал это. Но, чтобы было более понятно, надо читать с 5 стиха. «И вот я пошлю к вам Илью, пророка, говорит Господь, перед наступлением Дня Господнего, Великого и Страшного». И 6 стих. «И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». Представляете, во второе пришествие Христа, если не будет взаимоотношений у отцов и детей, то что произойдет? Все будет проклято. Он не пишет здесь, мамочки, заботитесь, пожалуйста, о ваших детях. Он пишет про отцов. Если не будет взаимоотношений у отцов и у детей, то вся земля будет проклята. Все, кто на ней живет. Нам действительно нужно вот такое отцам пробуждение, чтобы вот эти отношения с детьми наладились и были именно такими, какие хочет видеть Господь. Однажды прочитал такую историю про футболиста Джерри. Он играл в футбольной команде университетского городка. Тренер, его звали Джоу Литтл, он пишет, что вот этот Джерри был такой посредственный игрок. Плохо бегал, если там была какая-то дистанция, он прибегал последний. Пас всегда давал неточный. Ну, был такой средненький игрок, посредственный. Единственное, что вот восхищало тренера в этом игроке, в Джере, то, что он не пропустил ни одной тренировки. Всегда выполнял все задания. Если там кто-то мог где-то сычкануть, срезать или меньше приседаний сделать или еще что-то. Он всегда выполнял все. Сколько, что бы ни говорили. Надо было форму стирать, он форму стирал. То есть все задания он выполнял. Он очень походил ответственно к своему вот этому делу. Но не получалось у него. И вот он четыре года тренировался в этой университетской команде. И уже когда вот эта футбольная команда тренера вышла в финал студенческих игр, чемпионата, и должна была играть с одной из сильных команд, вот накануне, даже не накануне, а она должна была играть в воскресенье, в среду подошел к нему Джерри, к этому тренеру, и говорит, тренер, извините, у меня случилось несчастье, умер отец, и я должен буду поехать к отцу, ну, чтобы там похоронить его. Я не смогу последние тренировки посетить. Ну, тренер видел, как приезжал к нему отец, к этому Джерри, они вместе ходили там по аллеям парка этого студенческого городка. Джерри всегда держал отца под руку, они о чем-то мило беседовали. Он видел вот такие нормальные, хорошие отношения отца, и он говорит, конечно же, я тебя прекрасно понимаю, прими мои соболезния, давай, езжай, все, ты можешь даже на игру не приезжать, я тебя прекрасно понимаю, да, все, тренер, спасибо. Опустил голову, ушел, уехал. И вот в воскресенье должна была стояться игра, и в субботу ночью у тренера дома раздается звонок в дверь, он открывает, стоит Джерри и говорит, тренер, я приехал, все, я могу играть в воскресенье. Он говорит, ну слушай, ты пропустил тренировки, играешь посредственно там, а у нас такая ответственная игра, если мы выиграем, мы будем там чемпионами, я не могу тебя выпустить на поле, ты же понимаешь, насколько это серьезный матч. Тут, говорит, тренер, понимаешь, я обещал отцу, что я хотя бы там немного сыграю в этом матче, это был наш вот последний с ним разговор, я не могу, ну в общем, начал там умолять его, упрашивать, чуть ли там не слезы. И в общем, тренер как-то вот, то ли ночь сказалась, что это было, то ли уговорил на самом деле, в общем, не знаю почему, он сказал, ну ладно, я тебя выпущу на поле, немного поиграешь, а потом заменю. Потом, когда Джерри ушел, этот Джоу Литтл думает, что я такой сказал вообще, он пас не тому отдаст, гол забьют, сейчас все, в общем, таких дел наворотит, нельзя его на поле выпускать, что такое. Ну, обещал, вот игра начинается, значит, Джерри выходит на поле, и тут уже у кромки разминается другой, который прям вот готов тут же его заменить, раз и обещал, надо выполнять свои обещания. И, значит, мяч начали там разыгрывать, дали пас этому Джерри, просто вынуждены были больше никого, свободных игроков не было. А он играл там нападающего, этот Джерри. Ну, защитникам его не поставишь, потому что пропустят обязательно. И вот ему отдали мяч, тренер закрыл глаза, думает, сейчас мяч пропустят, мяч отберут и точно забьют гол, потому что, ну, всегда это было так. Но когда он открыл глаза, он смотрит, Джерри с мячом бежит вперед, отдал пас там другому, причем отдал так достаточно хорошо, то есть игрок смог его получить. Вынужден был вернуть ему обратный мяч, и Джерри ударил поворотом и забил гол. Вообще, в первый раз он вообще попал поворотом. И тут думают, ничего себе, впервые вообще, что такое случилось, произошло. Так он в пустыне попадал, а тут во время игры с вратарем и ворота забил. Не, пока менять не буду, подожду. И, в общем, перерыв, он там забил уже несколько голов в этой команде. Там все сидят, ничего не понимают на стадионе, откуда такая звезда появилась на поле. Никогда не было в этой команде такого супер-игрока. Тут форвард бегает, голы забивает. В общем, он его менять не стал, команда выиграла. И вот в конце уже матча, там тренер бежит в эту раздевалку. Там все прыгают, все поздравляют друг с другом. А Джерри сидит в углу так, охватил голову, там плачет. К нему тренер подбегает, давай его там тридцать заблечет. Как ты заиграл? Слушай, никогда ты пас точно не давал. Бегал всегда и кое-как ворота не попадал, а тут смотри, как заиграл. И вот этот Джерри поднял глаза на тренера и говорит, знаешь, тренер, это была первая игра, которую я играл для отца. Мой отец, он от рождения был слепой. И он не мог видеть, что я делаю, как я делаю. И вот это была первая игра, которую он мог видеть. И я играл сегодня для него. Я подумал, а вот наши дети смогут такой подвиг совершить ради нас, отцов? Чтобы вот так вот что-то такое совершить, действительно героическое, такое вот супер. Потому что папа присутствует на игре. Потому что папа пришел послушать, как я играю на пианино. Потому что папа со мной занимается этим и этим. Ради папы ребенок готов на такое пожертвование, на подвиг какой-то даже. Сложно ответить на этот момент, потому что действительно мы сегодня как-то устранились от воспитания детей. Не играем с ними, не посещаем их мероприятия. А ведь если нам неинтересно, чем занимаются наши дети, тогда нашим детям будет неинтересно, чем мы занимаемся. Им будет неинтересна наша семья. Они будут стремиться уйти, ночевать у друзей. Или тащить себе в дом друзей. Лишь бы не остаться дома одним, с родителями. Потому что скучно, но что делать с этими предками отсталыми? Непонятно. И очень важно понимать, что отца в семье заменить совершенно невозможно. Потому что отец показывает своим детям, неважно мальчик это или девочка, мужскую роль в семье. Кто он мужчина? Какая модель закладывается у ребенка на его будущее? Как он будет строить свою семью? В соответствии с тем, какую показал ему отец. И первое, что отец показывает, это роль мужчины в семье. И второе, что он показывает, это роль отца в семье. Вот в соответствии с этими ролями ребенок и будет потом жить, и строить свою семью, и строить свои отношения с другими людьми. В соответствии с тем, как отец ему показал, какую модель. И в второзаконе написано, «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая». То есть вот это вот воспитание, оно не должно прекращаться. Смотрите. «Сидя в доме и идя дорогою». То есть где бы мы ни находились, наше воспитание всегда продолжается. Ложась и вставая, и дома, и на улице, и перед сном, и во время сна, и во время игры. То есть вот наше воспитание детей, отцовское, оно ни в коем случае не должно прекратиться. Если отцы устранились от этого, сложили оружие, кто поведет детей в правильном управлении? Соседям это все равно. Школа этим не занимается, она дает знания. Церковь, ну, полтора часа воскресной школы, и все. Правительство этим не занимается. Друзья, ну, у них, может быть, даже другие цели, совершенно противоположные нашим. Если отцы этим не занимаются, это не будет делать никто. У матери свои заботы, ей просто некогда еще и этим заниматься. Я даже слышал такое выражение. Если ты считаешь себя лидером, то обернись и посмотри. Если за тобой никто не идет, ну, куда ты пытаешься вести свою семью, своих детей, если за тобой никто не идет, то ты не лидер. Ты просто прогуливаешься по жизни. Потому что лидер тот, который ведет. Вот это очень важно помнить. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok